Субтитры делал DimaTorzok Компания HS-Electro занимается производством и продажей низковольтного оборудования по доступной цене. Это не только таймеры, но и реле напряжения, терморегуляторы и даже радиореле. Достаточно большой выбор продукции, где каждый найдет то, что ему нужно. Центральный офис находится в городе Донецке, но есть представительства в городе Ростове-на-Дону, в городе Киеве и в городе Ташкенте. Многие из вас после подобных обзоров просят ссылку на магазин или производителя. Ссылка на сайт и группу ВКонтакте будет в описании под этим видео. Субтитры делал DimaTorzok Настало время распаковать таймер. Во время транспортировки коробка немного помялась, но сам таймер не поврежден. На ощупь пластик качественный и прочный. Прикольно выглядит. Имеет экран или, если говорить правильно, индикатор, 4 светодиода и 3 кнопки. Таймеры и реле времени очень широко применяются в разных сферах деятельности. Они позволяют управлять освещением, отоплением, вентиляцией и другими электрическими устройствами на предприятиях и повседневной жизни. В аквариумистике лично я использую таймеры для освещения аквариума, подачи СО2 и включения и отключения компрессоров в травниках. Использование таймера в нашем хобби освобождает аквариумиста от постоянного контроля за временем, когда включить свет и выключить его. Не буду в этом видео говорить о важности светового дня и соблюдении режима. Кто следит за выпусками на канале Пар, и так уже про это знают. Конечно, помимо всего прочего, таймеры в целом помогают экономить электроэнергию. Модель циклического таймера в моих руках Т10С. Именно этот таймер предназначен для включения и выключения нагрузки с заданными интервалами в циклическом режиме. Интервалы можно установить абсолютно разные, от 1 секунды до 999 часов. Установленные значения сохраняются в энергонезависимой памяти. Коммутация нагрузки осуществляется электромагнитным реле. Технические характеристики вы видите на экране. Ну а теперь давайте включим таймер и настроим его. Для этого вставляем таймер в розетку. На индикаторе высвечиваются три горизонтальные полоски. Это указывает на то, что таймер находится в режиме ожидания. То есть таймер не выполняет программу, а ожидает запуска. Если же таймер был запущен ранее, он может начать отрабатывать установленную программу. Если таймер начал отчет, нажимаем кнопку стоп и он переводится в режим ожидания. Программирование таймера разбито на 4 раздела. Раздел 1. Установка длительности интервала работы от 1 до 999. Раздел 2. Установка режима интервала работы секунды, минуты, часы. Раздел 3. Установка длительности интервала паузы. Они также от 1 до 999. Раздел 4. Установка режима интервала паузы секунды, минуты или часы. Давайте настроим. Входим в режим программирования. Нажимаем и удерживаем кнопку инфо в течение 3 секунд. Мигание индикатора и красный цвет светодиода указывает, что это раздел программирования длительности интервала работы. Используя кнопки плюс и минус устанавливаем нужное значение длительности интервала. После нажатия кнопки инфо таймер переходит к следующему разделу. Один из желтых светодиодов секунды, минуты, часы будет мигать, указывая на режим, установленный ранее. Используя кнопку плюс или минус устанавливаем нужный режим интервала. После нажатия кнопки инфо таймер переходит к следующему разделу. Раздел номер 3. Программирование длительности интервала паузы. Также используем кнопки плюс и минус, устанавливаем нужное значение длительности интервала. Опять нажимаем кнопку инфо и таймер переходит к следующему разделу, разделу номер 4, установка режима интервала паузы. Используя все те же кнопки плюс и минус, устанавливаем нужные режимы интервала. После нажатия кнопки инфо, таймер запоминает изменения и переходит в режим ожидания. Теперь можно нажать кнопку старт. Продолжение следует... В целом таймером очень доволен. Производителям большое спасибо за качественную продукцию, а зрителям открою небольшой секрет. Совсем скоро на канале Пар Аквариумистика стартует долгосрочный проект по запуску аквариума с нуля. Проект должен получиться очень крутым и именно для этого проекта мне понадобится этот таймер. Так что в других видео вы его еще увидите и не раз. А пока на этом все, всего вам доброго и до новых встреч в новых видео на канале Пар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok